Мой проект напрямую не связан с Шушенским, хотя я произвел там исследование довольно глубокое, на мой взгляд. Все обошел, все, что можно, посмотрел коллекцию Шушенского музея художественного, который меня очень интересовал. И сам город исследовал реку, природу, все, что возможно, и вокруг, курганы. И как-то впервые хотел делать проект, связанный с одной из антропологических тем, что-то конкретное рассказать. Начал выдумывать разные истории про Шушенское. Ну, конечно, Ленин не оставлял долгое время меня, как образ, который там просто проступает из всех щелей, даже в небесах парит. Но отчасти парение Ленина в небесах, и есть мой нынешний проект здесь. Его рабочее название было для меня «Море чернил». Это как бы такое синее море, которое вызвало революцию. Вот эта связь между активной деятельностью Ленина, как человеком, который все время писал, писал, писал. Его основной деятельностью было чернило, чернило. Все время же вот пишешь, 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 пишешь. И я как бы думал о связи таких мыслей, изложенных на бумаге, и бурей, которые эти мысли впоследствии вызвали в обществе. И, собственно, результат этих действий мы имеем даже сейчас. Мы находимся в бывшем музее Ленина, который по-прежнему наполнен какими-то артефактами, с ним связанными. Но это уже другая история, но, скажем, история самого Шушенского – это, по сути, история грандиозной работы машинопропаганды, что интересно. Потому что к столетию Ленина, я так понимаю, всю деревню расселили, рядом построили город или поселок городского типа, в котором сейчас, по-моему, проживает 17 тысяч человек. То есть немаленький поселок. Вот эту деревню расселили и превратили в Краеведческий музей и музей Ленина. То есть это мощная очень мутация для региона, скажем так. И построили аэропорт, построили речной вокзал, построили гостиницы. Сейчас все это находится в диком упадке, поскольку сама идеологическая машина рассыпалась. И мы как-то размышляем о том, что, по сути, все это было не нужно, судя по тому состоянию, как это сейчас присутствует в городе. Нужности и ненужности вот этих действий, о огромных людских и материальных затратах. Я размышлял, находясь там, конечно же, на какие-то вещи. Например, автовокзал с замечательным панно, сделанным бригадой грузинских авторов. В том числе, кстати, Сураб Церетели там представлен среди авторов. Оно присутствует, функционирует как автовокзал, но, конечно, самые интересные части, на мой взгляд, куски панно просто заставлены какими-то непонятными торговыми точками. Небрежно относятся к довольно стильному произведению искусства. Ну, так вот примерно моя мысль там развивалась. И как-то вот это вот размышление и о декабристах, и о месте ссылки, и о лагерях, и обо всем сразу. И в целом о судьбах нашего Отечества. Они меня как-то подтолкнули вот к тому, что я в конце концов сделал. В первую очередь, впечатлили заборы. Дикое желание отгородиться русского человека. То есть как средневековое непонятное желание, что, скажем, если вспомнить голландскую живопись, «Малые голландцы», то там идея, наоборот, открытости. То есть всегда на картине присутствует открытая дверь, открытая жизнь. То есть ты не скрываешься, забор как таковой не нужен. А у нас совершенно другой менталитет. Человек отстраивается, то есть он понимает, что ему вообще внешне не исправить. Оно представляет из себя какую-то угрозу или что-то в этом роде. А внутри этого забора я могу сделать свой специальный порядок, отгородиться, его каким-то образом защищать. И я вот избрал материалом для своего проекта, собственно, куски забора. Это самый стандартный, самый недорогой гофрированный лист, который основным мотивом является, визуальным на самом деле. Ты едешь, сплошные заборы, 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 заборы разных цветов, они что под Петербургом, что во Владивостоке одинаковые совершенно. Ну и я как-то начал думать о метаморфозах этого забора и решил как бы придать символу запрета, ограничения, забору форму свободы. Форма свободы – это море. Говорят часто, революционная буря, связь с Лениным, что поднялась буря, которую невозможно остановить. И тут как раз изображается в своем роде буря, которая сделана из символа запрета. Ну вот примерно так я это вижу, если объяснять вообще. Но в первую очередь я, конечно, иду обычно в своем творчестве от визуальности, то есть какой-то пластический ход убедительный, который, мне кажется, симпатичным, который превращает часто бытовые предметы, обычные, в скульптуру. И зритель их узнает, что «Ой, это же забор». Тут нет никакого секрета с точки зрения материала. Мне кажется, что вовлечение бытовых предметов в художественную среду, в музейную среду, оно тоже как-то зрителю ближе, что ли. Ну а вторая часть проекта, она более сложная, потому что я думал, ну раз море, так и небо, да, потому что мне очень понравилось там небо в Хакассии, какое-то большое небо. И я как-то подумал о том, что вот эти вот монотипии, которые здесь изображены, монотипия — это на печатном станке я их рисую и печатаю. Такого своего рода форма печатной графики. Но это уникаты, то есть их нет, не тиражная графика, но печатная. Они вполне себе традиционные, но нетрадиционен их масштаба, потому что они огромные. Классическое произведение графики, оно небольшое в силу ограничений печатного станка, он небольшой, да, но у меня есть большой печатный станок, поэтому он мне позволяет делать очень большие работы графические. И вот они как-то в гармонии с забором должны существовать, то есть море и небо, и в какие-то моменты это море и небо создают пейзаж, да, с определённых ракурсов вот этой инсталляции. Ты как-то идёшь, и вдруг видишь, ой, небо, море. Классическая картина, да, ну, скажем, вспомните Айвазовского, море и небо, вот. И тут я выступаю как художник-марианист, да, как какой-то вот, в общем, обращённый к классике художник. Но эта классика, естественно, перерабатывается, да, и, ну, по сути, получается такая деконструкция классической живописи, где картина чуть-чуть сползла со стены, и небо осталось на стене, а море сползло со стены вот в середину зала. Художники довольно прямолинейно отозвались на тему синевы, и я в том числе, то есть, по сути, проиллюстрировали синеву, но для меня это тоже лично для меня, это очень важный мотив, да, потому что почти такая насильственная вовлечённость в синий цвет лично для меня, как для автора, совершенно было невозможно, да, я не мог подумать, что я вдруг начну использовать синий цвет. А тут, благодаря вот теме биеннале, я как-то начал думать про синий цвет, потому что, в принципе, большинство моих работ, они чёрно-белые, я почти не работаю с цветом, последние 25 лет, то есть цвет для меня как-то не играет роли, ну, скажем, я перестал заниматься живописью, я не знаю, перестал ли я быть живописцем, но я перестал заниматься живописью, где цвет значительную роль играет, и стал, что ли, инсталлятором или каким-то таким человеком смежных междисциплинарных профессий, и поэтому возвращение к цвету может быть для меня тоже абсолютно прорывной и важный мотив.